Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео представляю обзор книги Виталия Трофимова-Трофимова «Фамилия. Руководство по учреждению собственной династии». Анотация к книге. В современной семье невозможно ни скопить влияние и богатство, ни передать его детям. Только 30% предприятий более или менее успешно управляются вторым поколением, только 3% третьим. В современном мире практически всегда за великими предками идут слабые и неспособные потомки. Однако существуют технологии, позволяющие построить династию, сформировать и передать наследие десяткам поколений. Это семьи-предприятия протяженностью столетия. Они не зависят от конъюнктуры отношений, политиков и моды. Это огромный социальный проект, призванный творить историю. Мы, как и древние римляне, называем его фамилия. Российская аристократия и буржуазные бизнес-династии практиковали настолько непривычные для простых людей и настолько эффективные фамильные технологии, что становилось объектом зависти и неприятия. Но именно они всегда владели миром. Миром политики, экономики, духа, культуры и науки. За всеми значимыми событиями мира стоят великие фамилии. Мы научим вас этим технологиям. Книга состоит из трех глав. Ультра-структура, антропо-структура и инфраструктура. Глава инфраструктура включает следующие параграфы. Между геном и машиной, судьба, девиз и герб, фамильная семиотика, фамильное имя, календарь, мифоритуальный туннель, национальная. Глава антропо-структура включает следующие параграфы. От инстинктов к стратегиям, герои и злодеи, пробант, пропозит, отец, власть, сила, авторитет, насилие, культурный герой и трикстер, роль или роль, наши женщины, в кавычках, братья, сестры, кузены, усыновленные, дядя и тетки, любовники и любовницы, инфильтранты, эмансипанты, враг. Фамильяр. Мир под властью фамилии, структура мира, значимые другие. Глава инфраструктура включает следующие параграфы. Доверие, фамильное дело, деньги, активы и пассивы, наследие и наследство, имя, имение, имеемое, эреликварий, генеалогическое древо, знак вопроса, от одежды до жилья, фамильное изображение. И в конце книги идут заключения и благодарности. Коротко о каждой из этих глав, я начну с последней, как наиболее простой, это инфраструктура. То есть инфраструктурой мы обычно понимаем дороги, мосты, здания, сооружения, тоннели и так далее. А также различного рода механический и электрический транспорт. И в фамилии инфраструктура это самое низшее звено. Если инфраструктура построена без антропоструктуры и без ультраструктуры, о которых поговорим позднее, то это не фамилия, это семья. И она достаточно быстро может распасться. Как сейчас есть статистика, что у нас уже количество разводов превысило количество браков. И автор говорит, что генеалогическое древо относит его именно к инфраструктуре. Потому что для создания фамилии можно не делать генеалогическое древо. И он критикует тех людей, которые прочитав книгу или пообщавшись с автором, вы тоже можете с ним пообщаться, он наш современник. Автор говорит, что даже если вы делаете генеалогическое древо и платите за это много миллионов рублей, то потом вы его переделываете таким образом, чтобы выделить из него пробанда. Об этом мы поговорим, когда будем разговаривать про антропоструктуру. Выделить из него схемы взаимодействия этих людей с миром и написать фамильную легенду. И после этого нужно выкинуть, а лучше сжечь это генеалогическое древо, а также всю ту информацию, которая была предоставлена людьми, которые занимались его разработкой, поиском информации и так далее. Потому что дальше более важным значением будет иметь это именно того, кто пробант и какая фамильная легенда. Также автор относит к инфраструктуре. Это и деньги, и активы, и пассивы. Потому что это он считает наименее важным в фамилии. Далее антропоструктура. Мы идем по нарастанию. В антропоструктуре мне больше всего привлекло внимание это пробант. Пробант это кто-то из семейного древа, как я уже выше сказал, который можно создать, заплатив за это деньги. Автор говорит, что лучше, чтобы этот пробант был уже мертв. Потому что мертвому человеку можно приписать заслуги, которых у него не было. Заслуги, которые вы хотели бы, чтобы те качества, которые вы хотели бы, чтобы были у пробанда. Пробант это человек, от которого ведется фамилия. При этом этот пробант может находиться как на отдалении, допустим, сотни лет, так и двухсот и трехсот лет. В зависимости от того, насколько глубоко удалось раскопать генеалогическое древо. Далее. И далее автор еще говорит, что опять же это не только из этой книги, но и также из его инстаграма и вконтакте. У него есть страница. Он говорит, что если у вас для какого-то из членов фамилии нет названия, то для фамилии данный человек не существует. То есть если у вас, вы никого не называете сестрич или тщерич или братаныч и так далее, то вы этих людей вычеркиваете из фамилии. Потому что они для вас не существуют. Далее. И мы переходим к ультраструктуре. Самой важной структуре, которая должна быть у фамилии. Ультраструктура, он говорит, почему нужна. Потому что у нас есть ген. Ген, как по его, в понятии Трофимова, ген это то, как его определяет Доггинс. В своей книге «Эгоистичный ген». Что важно для гена? Это размножиться. Потому что ген, он может продолжать жить только путем размножения. Ему не важно, кто с кем будет размножаться. Для него важно продолжить свою жизнь. Далее. Машина. Что такое машина? В понимании Трофимова, он берет за понимание машины, это в понимании Льюиса Мамфорда миф машины. В понимании этого автора. Машина это все, не только автомобили, не только транспорт, не только самолеты, но и структуры государства. Допустим, образование, медицина. Это все он причисляет к структурам машины. В том числе репрессивные органы, то есть полиция, суды и так далее. То есть то, где действия проходят по заранее описанному алгоритму. И вот фамилия, он говорит, нужна для того, чтобы проходить в узкое горлышко между машиной и геном. Далее. Сейчас я открою. И далее он говорит, что в ультра структуре обязательно должен быть мифоритуальный туннель. Мифоритуальный туннель или сокращенно МРТ. Я сейчас открою книгу. Мифоритуальный туннель это объект дизайна. Если он не противоречив, то позволяет каждому новому члену фамилии, рожденному или усыновленному пройти по нему подобно к канатоходцу между геном и машиной. Ритуалы и мифы. Потому что только под влиянием мифов ритуалы именно таковы, какими практикуются, сродни рельсам, по которым ракету доставляют из ангара на космодром. Их должно быть достаточно. Ритуалов. Иначе ракета и несущая ее платформа, сойдя с рельс, подкатятся под откос. Фамилии, подающие большие надежды, без мифоритуального туннеля не могут передать потомкам ценность обособления себя в массовом обществе и оказываются совращены геном и машиной. Что такое мифоритуальный туннель? Это семиотическое определенное пространство, в которое попадает ребенок, когда рождается. Рождение ребенка для всех неожиданность, для машины и для гена. Машина не научилась создавать людей из стройматериалов. Ген не хочет программировать признаки нового существа, предложив случайную рекомбинацию молекул ДНК. Смысл мифоритуального туннеля в том, чтобы дать однозначные или узковероятностные ответы на жизненные проблемы, с которыми сталкивается новый член фамилии. А с чем сталкивается? Это рожать или не рожать детей? Сколько рожать? Как называть детей? Мальчиков и девочек? Как воспитывать? Как воспитывать? Как? Какое образование давать? В кругу семьи или отдавать в какие-то машинные университеты? И так далее. Более подробно останавливаться на каждой главе и зачитывать какие-то отрывки совершенно нет никакой возможности. Если вы хотите, вы можете приобрести эту книгу на сайте автора и в приложении к этой книге, вы еще получаете дополнительно бесплатные три или четыре вебинара, каждый длительностью от часа до полутора, в котором автор подробно разъясняет положение этой книги и свою позицию по созданию фамилии. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, все уведомления на колокольчике. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.